Всем привет, с вами Ванок, и сегодня мы вновь будем говорить про Overgrowth. Последний раз видео по данной игре я снимал достаточно давно, было это, в общем-то, ну, сколько там у нас получается-то, наверное, год назад, где-то, если я ничего не путаю, и я хотел бы, конечно, рассказать, что с этого момента в игре изменилось, что появилось нового, чем вообще нас могут разработчики порадовать, но на самом деле, если кратко, то можно ответить так, ничем, ничего не появилось, ничем не порадовать, и вообще игра не развивается. Вот так, в принципе, можно было бы ответить и вообще поставить точку в сегодняшнем видео, но это было бы, конечно, немножко некрасиво с моей стороны, получалось бы, а зачем вообще я снимал этот ролик, и зачем я выкладывал, поэтому всё-таки придётся немножко полысасывать информацию с пальца и вообще порассуждать по поводу данной игры. Вообще, на самом деле, Overgrowth является отличнейшим примером игрушки, в которой, как я уже, в общем-то, и в прошлый раз говорил, как раз год назад, технология, в общем-то, превалирует над, собственно, геймплеем, то есть вот эти все технические особенности, всякие прибамбасы, финтифлюшки и прочее, то бишь, именно те вещи, которыми любят заниматься программисты, они реально здесь присутствуют в большом количестве, и каждый патч мы, на самом деле, видим. Вот тут они новые шейдеры подкрутили, тут оптимизацию улучшили, тут ещё какие-то непонятные там, какие-то навороты графические сделали, и, в общем, каждый патч пестрит вот такими всякими изменениями, ну и, конечно же, куча багфиксов и прочих, но на самом деле, конечно, если так говорить по-хорошему, то многие игроделы стесняются так вот прям открыто говорить, что мы ничего в игру не вели из игрового, но при этом всякой ерунды понаставили. Ну, конечно, для них это не ерунда, для них это, может быть, наоборот, как раз очень серьёзная вещь, мол, это для нас важно, мы вот полируем движок, доводим его до блеска и всё такое, но при этом всё-таки хотелось бы видеть, чтобы игра при этом не стагнировала, а всё-таки как-то развивалась, что-то в ней нового появлялось. А тут, понимаете ли, движок, они уже сколько лет-то уже доводят до ума, всё никак не доведут, при этом общая суть игропроцесса остаётся на том же уровне, всё то же самое, то есть мы не имеем нормального сюжета, у нас нет какого-то однородного игрового процесса, у нас нет здесь какого-то разнообразия, то есть то, что базовый уровень заложили разработчики, они потихонечку, конечно, его развивают, то есть я не скажу, что прям совсем нет игровых изменений, они, конечно, присутствуют, то они в таком маленьком объёме, что, по сути, игра осталась той же. Вот я, если бы, допустим, сейчас снимал его видео именно в стиле «Знакомимся», то есть, по сути, оно получилось бы практически тем же самым, что и год назад, то есть я показал бы то же самое, немножечко изменённое, немножечко там поменялись декорации и добавили с нами персонажа, но в целом всё бы осталось тем же самым. И вот это самое печальное, вот это, конечно, больше всего вводит в какой-то ступор, я уж не знаю, почему разработчики так пошли, причём они пошли уже как минимум второй раз по такому пути, потому что у них уже был проект под названием «Лугару», который, в общем-то, имел те же базовые особенности, что и «Овергров», по сути, «Овергров» вырос из «Лугару» именно. И они также тот момент, в те времена, его пытались как-то довести, пытались отшлифовать, в итоге движок просто устарел неискренимо, и в итоге разработчики пошли, конечно, ни другим путем, это было неправильно, но они вышли на новый уровень, начали всё практически заново делать, опять вот сделали ту же самую байду, и опять в те же, по сути, ворота уперлись, и на те же грабли наступают. Ну, я не знаю, как ещё это объяснить, потому что на самом деле, поймите меня правильно, я сейчас не пытаюсь как-то там изобличить их, у меня нет горящих пуканов где-то здесь вокруг летающих, мол, я так эту игру ненавижу, вообще так расстроен на разработчиков, нет, на самом деле я как бы прекрасно понимал и тогда, что эта команда не из тех, кто будет вам кучу всяких интересных нововведений представлять каждый месяц и вообще радовать изысками игрового процесса, нет, я понимал, что это техники, технари, люди, которые именно сосредоточились на технической части, но при этом всё-таки я надеялся, что хоть что-то они сделают, а вот это хоть что-то вылилось в такой мизер, в такое вообще микроскопическое обновление, именно с точки зрения геймплея, что, ну, просто, не знаю, дивы даёшься, неужели люди до сих пор у них эту игру покупают, в конце концов, она стоит 30 долларов, если покупать в иностранной валюте, и 400 рублей, даже нет, 500 рублей, если покупать Сатасона за рубли, то есть, мне кажется, на мой взгляд, всё-таки 500 рублей это деньги, их можно пустить на другие вещи, конечно, прям не настолько огромная эта сумма, но тем не менее, что мы берём за 500 рублей, по сути, мы берём каркас движка, в котором есть неплохой редактор карт, вот он действительно без всяких «но», очень интересный, и в нём можно что-то там конструировать, что-то делать, и, в общем-то, редактор карт, может быть, даже и вытаскивает эту игру, то есть, разработчики дали определённые базисы игрового процесса, то есть, это боёвка, это определённый набор объектов, это редактор карт, уже упомянутый, это несколько режимов, которыми можно играться, которыми можно пытаться что-то сделать, можно там какие-то паркурные левелы создавать, можно какие-то там бойни, войнушки и прочее, но при этом, при всём, всё-таки вот этот уровень песочницы, он до песочницы полноценно не дотягивает, то есть, если разработчики нам говорили, что вот, мы делаем песочницу, которую что хотите, то и делайте, то я, в принципе, их понял бы, но даже в этом случае пришлось бы вот этот функционал развивать, пришлось бы его дорабатывать, что-то новое придумывать, они этого не делают, и опять же рождается вопрос, а что они вообще хотят получить в итоге, хотят ли они эту игру видеть, как таковую, именно в доработанной стадии, или же они, в принципе, зациклились на том, что они что-то там разрабатывают, что-то делают, и это у них уже хобби, и вот это хобби не хочет превращаться в законченный продукт, такое ощущение, что, я думаю, может быть, даже они боятся законченных продуктов, знаете, вот как-то даже не знаю, назвать эту фобию, когда человек боится завершённого дела, вот мне это создаёт впечатление, что реально вот собралась компания разработчиков, которая, кстати говоря, периодически рапортует о расширении штата, и вот все они вот садают этой болезнью, этим заболеванием, или, не знаю, там, лидер команды их заражает этим, знаете, как вампиры инициируют через укус, а у них там, не знаю, написал какой-то код, и ты заразилась вот этой болезнью, ну, ладно, это уж совсем мы, так сказать, отвлеклись, но, тем не менее, всё-таки, если так подумать, читаем вот просто ради интереса список изменений, которые мы получили в последних патчах. Последний загруженный уровень теперь запоминается в главном меню. Исправлены некоторые визуальные ошибки в арене, причём не даже в арене, а в меню арены. Смена качества текстур теперь требует перезагрузки игры, всякие багфиксы исправленные, то бишь ошибки, и улучшение стабильности игры, новое меню арены, более дружелюбный интерфейс, и прочее, прочее, прочее. На самом деле, вот так можно сидеть и зачитывать, и при этом игровых изменений, как видите, здесь вообще нет. Ничего такого не появилось в игре, о чем разработчики могли с гордостью сказать, мол, вот, мы ввели там что-то новое, действительно интересное, вот. И в этом свете, вот, по своё время часто вспоминаю игру Forest, которую многие, на самом деле, упрекают, потому что она топчется на месте, но при этом, при всём, разработчики Forest добавляют больше, чем разработчики Overgrowth, хотя, не знаю, по-моему, Overgrowth даже чаще обновляется. То есть, Forest там, да, добавили один стул, один стол в патче, это уже считается круто, но они хоть это добавили, а здесь-то что появляется, тоже вопрос. Может быть, конечно, можно было бы предположить, что вот, они нам только основные изменения продают, а у них там ещё куча других, там новые блоки, но если они считают это главным, а всё остальное ерундой, то тоже, опять же, вопрос появляется. И при том, всё-таки, ещё раз говорю, что на самом деле этого нет. То есть, какая-то хитрость такая, какая-то, прям, даже не знаю, эту, как назвать, схему, когда разработчики открыто нам показывают отсутствие изменений, ну, может быть, конечно, они нам показывают не из-за хитрости, а из-за банально, потому что хоть что-то надо показать, а кроме этого нечего, но всё равно, ну, неужели тогда нельзя хотя бы реже патчи сделать, сделать хотя бы какую-то арену, потому что, в принципе, новая арена выходит, там даже пытаются какие-то новые режимы сделать, модельки, всё-таки, да, добавляют, это есть, я не скажу, что вообще их нет. Допустим, поделать их подольше, посидеть, подумать, поделать вот этих всех изменений технических побольше, выпустить большой патч. Мне кажется, хотя бы так, иначе игра восприниматься будет. Конечно, в целом, уровень развития останется тот же, но, по крайней мере, будет казаться больше, что разработчики сделали. А тут они как-то, знаете, делают часто, но непонятно что. Вот это, конечно, создаёт массу вопросов, и это, конечно, ну, мне кажется, странно, ну, наверное, всё-таки слово странное в данном видео звучит очень часто, но иначе никак не скажешь, потому что, а что ещё говорить, о чём рассказывать в данной игре? Ещё раз говорю, реально записывать новую серию знакомств просто не на чём, нет материала, нет основы для этого. То есть, я мог, да, опять же, засесть, посмотреть, показать, но толка от этого никакого не было. Кто хочет познакомиться с игрой, вот, ещё раз говорю, могут открыть видео годовой давности, там будет всё то же самое, что я мог бы показать вам сейчас. И вот с такой процесс разработки игры, конечно, всё-таки мне не очень нравится, особенно в силу того, что, на самом деле, сейчас много подобного рода игр инди появляется в стиме, то есть, вот тоже, когда разработчики берут определённый уровень, планку, упускают ранний доступ, то есть, показывают, что у них там может присутствовать, как бы, какой-то задел, а потом-то общественное место ничего не делают. Притом, разработчики овергров, они же не забросили, нет, они не сделали, как некоторые, что вот, ребята, ну, и что-то устали разрабатывать игру, и мы, пожалуй, её забросим, а от всех, кто её купил, ну уж извините, но они и так не поступают, то есть, они делают, трудятся, то есть, они, можно даже сказать, условно радуют фанатов, то есть, поддерживают интерес к игре, но, опять же, с их точки зрения поддерживают, то есть, не как на самом деле происходит, а как им кажется, надо делать, и вот этот подход, конечно, ну, совершенно непонятный, то есть, делать игру, тратить на неё свои силы, но при этом, фактически ничего, ну, в неё такого, чтобы появилось какой-то свежий интерес у фанатов, они не делают. Знаете, ещё раз повторю, это слово странно, никак иначе, в самом деле, и не скажешь. В общем, буду надеяться, конечно, хотя маловероятно, потому что я и год назад надеялся, что всё-таки они, по крайней мере, хоть какой-то прорыв сделают, хоть что-то интересное выпустят в плане этой игры, и я всё-таки смогу её нормально так показать, рассказать, что вот тут новый какой-то действительно интересный режим появился, вот можем мне, наконец-то, засесть подольше, поиграть, но когда это случится, честно говоря, я не знаю. В общем, надеюсь, я вас предостерёг от покупки данной игры, потому что, с одной стороны, я её как-то на садников всё-таки, ну, не то, что прям педалирую, но она у нас присутствует в играх, и некоторые могут показаться, что вот стоит покупать, нет. Если вы надеете, что она будет именно развиваться по принципу, что вот каждый месяц что-то новое в плане игропроцесса, нет, забудьте. А если вы хотите именно игру, в которой технически развивается, которая всё-таки присутствует, зачатки песочницы именно с точки зрения редактора, в котором можно много чего учудить, много чего сотворить, то, может быть, в принципе, стоит попробовать, всё-таки, ещё раз говорю, что 500 рублей это же не такие большие деньги, тем более, ещё раз говорю, разработчики её не забросили, и всё-таки, может быть, что-то в будущем случится. Ну, а с вами был Ванок, спасибо за просмотр видео, не забывайте подписываться на канал и оставлять комментарии, и всем удачи!